Бутылочка новенькая. Как тебе бутылочка новенькая? Уже в ту бутылочку просто не помещается. Ему мало 100 миллилитров, он не надеется. Поэтому я взяла просто обычную. Эта бутылочка покупала еще когда пумбич был маленький. Я купила даже две. Ему одну и вторую на запас. Но вторая так и не потребовалась. Поэтому детская бутылочка пригодилась. Котеночку пять месяцев. Вкусно, вкусно. Я на самом деле думала, что долго не решалась его перевести на новую соску. Потому что думала, что он не будет просто есть. Он привык к определенному виду соску. У котят такое часто бывает, что они привыкают к определенной соске. И с другой просто оказываются от молока. Но это видимо не тот случай. Не тот случай, котеночка. Ого. Никто не отбирает. Кушай, кушай. Здесь и сама соска поудобнее. Она помягче чуть-чуть и побольше. Ну и мне удобнее держать такую чулку. Никто не отбирает долго. И это сейчас день. Я обычно ему с утра даю молоко. Как раз, можно сказать, на голодный желудок. Он побыстрее выпивает. Сейчас он уже завтракал. Перепелочкой. Вот у него на обед молочко. Вот у него на обед молочко. Что много надо? Так не очень. Как назвал он пел ровно рояловскую бутылочку ставили. Вчера мы даже снять не успели. Он бутылочку рояловскую сосал так просто за секунды. Ну что, еще хочешь? Все? Мяу я планирую кормить до так называемого самоотлучения. Пока он будет брать, пока он будет просить, я ему буду давать соску. Это очень сильно усиливает контакт, привычку, привязанность. Даже не знаю, как правильно сказать. Это между котенком и человеком. Поэтому пока он будет просить, я ему буду давать. Помощь, по-моему, месяца до 4, до 5 или до 6 ела. Этот, я думаю, дольше будет. Я знаю сервалов, которые и в год и 3, и в 1,5 года все еще продолжают дудонить соску. Что? Все? Наелся? Нет еще? Все? Все. Мяу сегодня прям просился. Просился гулять. Все, караулить мне около двери. Сейчас взяла его. Идем? Мяу. Давай. Вперед. В травку, конечно. Руфи сразу заболамутился. Сейчас Миса и Кун там. Ну, сейчас дождик мелкий, поэтому они не гуляют. Но в целом они гуляют. Даже видела, что Миса выходят после дома. Ну да, Миса с Куном гуляют уже. Даже Миса, говорю, вышла. Получается даже через катоход. Нашла, как пройти. Ну, дома там потихонечку заканчивают. Сегодня убирают. Уже первый этаж весь. Ну что, Мяу, теперь питерские просторы. Ну, попищить, да попищить. Питерские просторы бороздить. Опа, трава, да. Пойдем гулять. Ну что, ты побежишь за Елисеем? Мяу. Чего, сладкий кот. Ты нормально под дождиком гулять? Тихо. Побежал кот. И Алиса скоро побежит, побежит. Это он, да, он ждет, пока ты побежишь. И он за тобой побежит. Беги в бассейн, в бассейн убеги. Опа, бассейн. Да, Мяу, не Белое море вообще. Даже не Баренцево. Купаться решил? Не морешку совсем, да? Умники. Тыква. Ботва. А для тыквы разрослась. Не знаю, успеветь ли тыква. Надо было, конечно, раньше сажать. Маурица, пойдем, правда, домой. Ну, дождик. Не будет дождя, пойдем еще погуляем. Пойдем домой дыню есть. Дыню. Поймал Елисейку? Господи, кот. Все, пойдемте домой дыню есть. Давай, беги в сторону дома, и он с тобой побежит. Я не успеваю так быстро. Стойте. Пойдем, пойдем. Ну что за милая парочка. Мяу, конечно, очень любит Алису. Хоть по нему это не всегда заметно. Он даже ей игрушки приносит. Ну просто какие же они милые. Котик. Так он ее любит. Ну что может быть милее? Ну не знаю, у меня либо гормоны, либо я не знаю. Но у меня всегда это умилело. Такое сочетание. Даже когда я не хотела детей. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова